Приветствую всех на канале Мехо. Первый патч в игре Блесса онлайн появился, у нас уже на серверах установлен и довольно рано все это произошло, то есть игре еще даже по-моему двух недель нету, а патч уже сделан, но он очень обрезанный, единственное что радует конечно добавили аукцион наконец-то, его включили точнее, вчера там подкаст был и с продюсером и они обещали вот-вот скоро и скоро у них наступило меньше чем через сутки. В принципе это радует. Добавили его, конечно добавили этот аукцион, включили, но либо он недоработан, либо пока еще лайки, либо еще что-то, но в любом случае, ну мне он очень не нравится. Поиск средний, то есть можно в поле прописать соответственно какие-то первые буквы и выскочит список, которые вы можете найти. Очень важно написать сначала, то есть нельзя например написать цепь бракадис, точнее нам выпадет цепь бракадис, если она такая есть, да, если мы хотим золотую, надо золотая цепь бракадис, то есть нет такого, что мы пишем например цепь и нам выскакивают абсолютно все наименования, в которых содержится цепь. Второе это конечно то, что нельзя покупать по одному предмету, то есть если стоит стак из 10 предметов, мы должны купить все 10, мы не можем купить 1, 2 или 3 или 7, только 10 или не покупать соответственно. Ну, конечно лагает немножко, конечно мне кажется перевод хромает самих категорий в аукционе, некоторые вообще не понимают, что это такое. Ну в общем добавили-добавили уже радует, можно что-то с ним делать, можно наконец-то выставлять что-то на продажу, кто-то будет покупать и все будут довольны. Теперь давайте в целом о патче, что он добавил, то есть аукцион просто включен, а в патче добавляют разные вещи. Первое это нам добавили экзаменатора, мы теперь можем подойти к нему, он расположен на карте, такой флажочек нарисован, за 5 голды мы регистрируемся и соответственно после этого, когда мы участвуем на арене 3х3, мы получаем такие так называемые очки заслуги. Или просто заслуга, ну в общем как-то так, очки заслуги, будем так говорить. И проблема очередная, я даже не знаю как это назвать, я не знаю где проверять эти очки. То есть на иконках нигде нету, у этого NPC тоже не проверяются, может я еще ничего не получил, может быть они у меня будут высвечиваться, мол вы получили 72 очка, потому что там за победу дается 72 и ваш общий рейтинг заставляет такой-то. Хорошо, ну а где-то общий рейтинг смотреть, да, хотя в конце недели будет зачтено, поэтому сейчас наверное до вторника, скорее всего вот осталось несколько дней, соответственно 3 или 4 дня до того как рейтинг обнуляется, нам надо успеть набрать этот рейтинг. Тоже, тоже глупо, то есть вводить патч не во вторник, чтобы была целая неделя, а вводить патч в пятницу ночью, чтобы тоже оставалось несколько дней, да, кто больше на дроте в эти дни, ну, это уже не мне конечно судить. Окей, с рейтингом разобрались, дальше у нас идут подземелья. Подземелье. Было добавлено одно подземелье, 28 подземелье, соответственно, как оно называлось, да, сложная версия, для игроков 45+. Сразу скажу, что его пройти даже первого босса будет сложно даже патчком хорошим. Ну как, ну хорошие вообще легко пройдут на самом деле. Нужен определенный состав, то есть в этом подземелье нужен желательно берс, а лучше два. То есть, наверное, идеальный состав это где-то два берса, два мага и хил. Можно там заменить, если уж для более надежности, одного, наверное, мага на хила или берса на хила, но в любом случае, маг очень полезен, нужны массовки и рейндж дпс, берса нужны для стана, тоже масс дпс. В общем, если первого босса еще можно пройти любым составом, то есть хила и просто 4дд или танк там 3дд, то уже мобов сложно пройти во второй комнате и нужен обязательно какой-нибудь берс со станом, а лучше несколько. Но это тоже в дальнейшем я уже делаю отдельное видео по этому данжу. Добавлю еще что, чтобы зайти в сложную версию, мы нажимаем на значок подземелья, арку такую и, соответственно, выбираем сложную версию, иначе вас будут кидать в легкую. Ну и, соответственно, в дальнейшем проверяйте, какая у вас версия там прожата. Изменения коснулась также, соответственно, награда за рейтинг, за репутацию, за ранг, который вы получаете, и я вам советую до понедельника, часу дня, по-моему, именно в это время рейтинг, скажем, фиксируется, а в 5 часов во вторник уже выдается награда апнуть хотя бы 13 ранг, а лучше 14. Потому что в наградах на 12 ранге вам дают 12 медалей Кастро Грандис, ой, 10 медалей Кастро Грандис на 12 ранге, а, соответственно, на 13 дают уже 20 медалей Света. Если что, 2 медали Кастро Грандис это 1 медаль Света. То есть, получается, 12 ранг это проигрыш, полностью фейл. А, в принципе, 13 ранг с медалями Света уже неплохо. Конечно, лучше 14-й, и командир, или префект, и там будет практически хватать на пушку. Если вы еще и занимали большой ранг на прошлых неделях, то вам точно хватит на пушку скрафтить топовую 45-ю. Нынче топовую 45-ю. Тоже довольно странновато. И почему не сделать хотя бы 20 медалей Кастро Грандис за 12 ранг? Плюс до сих пор сила крови там не падает. Не дают. Но сила крови начала падать в 28 данже. Наконец-то падает с боссом в большом количестве 4-5. И плюс падает из дополнительного лута тоже в большом количестве. То есть, от 3 до 5, может быть, даже еще больше. Поэтому сейчас цена на кровь, скорее всего, чуть-чуть начнет падать. Ну, по крайней мере, после осад так точно. Но осад, я думаю, все равно будут многие скупать, стараться все это приобрести. Чтобы големов построить или там еще какие-то реслок. Я даже не знаю, ничего не нужны. Но и в дальнейшем вообще сама кровь понадобится на улучшение экипировки. Если я ошибаюсь, кто-то говорил. Но тоже об этом не на 100% уверен. В целом, это все, что нужно знать о патче, что он добавил. Он очень коротенький. И сейчас я скажу то, что нам, в принципе, нужно больше всего знать. Это как подготовиться к 50-му патче. Потому что в Корее уже 50-й патч давно стоит. Там есть мистик, если не ошибаюсь. Кстати, мистика добавят только с 50-м патчем, как и руны. Вчера информация промелькнула, полезная. И кто когда-нибудь играл в играх, в ММО-игры, где был переход с одного уровня на другой. То есть, например, с капа с одного на другой повышался он этот кап. То знают, что практически все обнуляется. То есть, все, что вы заработали на 45-м, обнулится уже на 50-м. То есть, станет, если не совсем бесполезным, то, ну, нам, не знаю, 50% своей пользы просто утратят. Поэтому надо знать, что можно копить, какие вещи можно на данный момент уже начинать копить, чтобы быть готовым к этому патчу. Первое это предметы с мировых боссов. То есть, вот эти всякие Куатраны, Бракадисы и Мелазиумы. Предметы копите. Скопите их по 150, что-то по 200. То есть, они потребуются на крафт бежи уже 50-й, когда ее введут. Поэтому она, если сейчас скажет, что вам уже бесполезная, то вы ошибаетесь. Она еще понадобится. Ну, конечно, если вы хотите продолжать играть в лес и после установки патча. Второе, что вы можете сделать, это копить сертификаты на базеле. Скорее всего, 99%, что эти сертификаты останутся. То есть, заменится только награда внутри. То есть, с коробок, которые внутри, будут падать 50-е шмотки. Вы можете открывать. И открывайте, конечно, по 100 штук. И 1%, что сделают так, что сертификаты, которые вы фармите сейчас, можно сказать, станут сертификатами 45-го левела. А когда введут 50-й, введут, можно сказать, новый предмет. Но на Корее такого нету. И у нас, скорее всего, тоже не будет. Поэтому шанс такого маленький. Но даже если будет, ничего вы особо не потеряете. Вы всегда можете открыть и получить еду для себя. Ну и, наверное, одно из последних, что можно копить, это из ресурсов. Это вот всякие метеориты. То есть, например, метеорит и алмазы копим. Потому что они тоже будут нужны на крафт-бижутерии. И, может быть, других каких-то предметов. Вообще, в целом, все ресурсы фиолетовые и оранжевые, коричневые. То есть, стоит копить. То есть, если вам нужны деньги, вы можете продавать. Если цена подскочила, вы можете продавать. Но, если цена, например, 1 голда, ну что такое 1 голда, да? Лучше оставьте у себя. Может быть, допустим, в следующем патче этот ресурс понадобится на что-то. И, соответственно, вы сможете его там продать или использовать. Конечно, решать вам. Я вообще не барыга. Может быть, я что-то не понимаю. Но, в любом случае, мое мнение, что есть какая-то информация по будущим патчам. Если это не слишком дорогой предмет, то есть, на данный момент, я лучше оставлю его, подожду повышение цен. Ну, или, например, как я поступил с кусками на 40 и 42 данжа, я их продал сейчас, пока они хоть в какой-то цене. То есть, потом, возможно, они даже поднимутся, на самом деле, еще там до 2-х, до 3 голды. Потому что, вроде, подумают, что 28 данж сложный, 43 сложный. Давай-ка я лучше одену с 42 данж. Ну, то есть, 44 шмотки. Но, поскольку шмотки падают и с базеля, и с боссов, их можно получить за очки с арены, причем намного лучше шмотки, то эти предметы стоит сейчас прям сразу продавать как можно быстрее, чтобы получить хоть какой-то профиль. Но, как я сказал, это уже мое мнение. В принципе, это все, что можно знать о патче и о будущих патчах. Думайте сами, в какой шмот одеваться. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, я не слишком вас утомил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, смотрите описание под видео. И всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки,